Ну что, привет, друзья! Вот это Стас, а вот это Краснодар. Вот это, кстати, памятник Шурику Игорьевичу. Кто смотрел приключения Шурика, вот напротив Государственного Краснодарского университета поставлен этот памятник. А вообще я что хотел сказать. В ближайшее время будет два ролика про Краснодар и про Ростов. Сразу скажу, что я родился и вырос в Ростове. И вот эту конкуренцию между двумя городами, Ростов и Краснодар, и двумя регионами соседних, я ее чувствовал прямо с детства. Самое интересное, что люди в мире, они вообще в принципе всегда привыкли себя самоидентифицировать. И не важно что, одинаковые культуры, одинаковые русские люди, одинаковые там казаки те же самые. Но обязательно должна быть эта конкуренция. Должны быть кубанские казаки лучше, чем донские казаки. Ну и соответственно наоборот. Ростов город должен быть лучше, чем Краснодар. Богаче, красивее и прочее, прочее. Это происходило всегда. Не знаю, во времена СССР они наверное спорили о том, кто больше дал мяса, молока, клубники, сметаны и прочего всего сельскохозяйственного добра. Потому что регионы у нас сельскохозяйственные. Но дело не в этом. Сейчас даже, в данный момент, да, футбольный клуб Ростов и Краснодар это Южное Дерби. Это главный футбольный матч для Юга России. Но и вот во всем это конкуренция. Дело в том, что я хотел два вот этих видео построить как сравнение этих двух городов. Конечно, я наверное буду в какой-то мере предвзятым, потому что я представитель Ростова. Но я постараюсь быть при этом максимально объективным в плане фактов, на которые я буду ссылаться. Какой город больше, какой зеленее, какой богаче, какой более уютный и прочее, прочее, прочее. В какой-то мере менталитет людей. Все эти вещи, кстати говоря, включая менталитет, они создают вот ту как раз атмосферу, те ощущения, которые ты чувствуешь, когда ты попадаешь в этот город. Ну вот и сравним. Так что поехали. Сейчас я расскажу вам все про Краснодар. Ну а в следующем видео у нас будет все про Ростов. Мой любимый, родной Ростов. Но все по-честному. Удачи, друзья, погнали. Ну а раз, друзья, мы начали со сравнения, то сравнивать, как обычно, начнем с самого начала. Только вот перед тем, как начать, я хочу, друзья, вас всех предупредить. То, что и как я сейчас расскажу о Краснодаре, это, возможно, не совсем то, что вы бы ожидали услышать. Во-первых, по той простой причине, что я стараюсь всегда рассказывать что-то необычное и нестандартное. Во-вторых, на мой взгляд, ярких и исторических событий в Краснодаре не так уж и много. Потому что город достаточно молодой, чуть больше 200 лет ему. И при этом статус города он вообще получил только в 1867 году. А еще потому, что при всех прелестях его территориального размещения, со времен его основания он никогда не был центром ни войн, ни других исторических событий. Ну, кроме того, что во время войны он был разрушен практически на 90%. А после войны отстроен заново. Ну или то, что именно в Краснодаре немцы впервые на территории СССР применили так называемые душегубки. Такой способ массового убийства людей. А, ну еще первая в России нефтяная скважина появилась тоже тут, недалеко от Краснодара в Крымском районе. В остальном это всегда был мирно развивающийся, спокойный южный город с размеренной жизнью. И именно поэтому, на мой взгляд, самое интересное в истории Краснодара, это то, как, откуда и почему он вообще появился. В этом кроется и менталитет Южный Кубанский, да и в целом облик города. Ростов хоть и старше Краснодара, но история у него схожая. Да и вообще города-соседи, конкуренты, так сказать. Их нельзя не сравнивать, особенно сейчас, когда Краснодар растет такими темпами. Открою вам, друзья, маленький секрет, который, в принципе, совсем и не секрет. Еще лет 15 назад ростовчанин, приезжая в Краснодар, ощущал себя, как будто он попал в хоть и большую по территории, но все же в низкорослую, хорошо развитую деревень. Без обид, краснодарцы, но это так. Сейчас же, даже при наличии такого же низкорослого, а где-то даже частного сектора в центре города, ты попадаешь в реально современный мегаполис. А по многим параметрам, уже даже опередившего Ростов. Торговые центры в виде сюрреалистичных космических объектов, парк и стадион Галицкого, построенный причем за частные деньги. Просто невероятное количество антуражных ресторанчиков, клубов, со своими фишками, которым местами даже наевшиеся уж всякого перформанса москвичи могут позавидовать. Это все современный Краснодар. Но об этом вы сможете посмотреть много разных блогов и влогов на других каналах. Поэтому после этой краткой картинки, я все-таки вернусь к формату своего канала и расскажу о Краснодаре, а точнее о причинах его появления, ну, по-своему. И тут у меня есть две мысли. Первая мысль, вот как. Если двигаться из центральной России, в принципе, в любую сторону, но в данном случае на юг, то можно проследить, как государство развивало. То есть по мере захвата и освоения новых территорий образовывались новые русские крепости, которые впоследствии потом превращались в городца. Ну, то есть если двигаться к югу из центра Золотого кольца России, то вот, допустим, Тула. Первое упоминание – 1146 год. Дальше. Из крупных городов – Воронеж. Официальной датой основания у него считается 1586 год. Дальше, ну, конечно, Ростов. 1749 года рождения. Ну, и Краснодар, который основан только в 1793 году. Вы понимаете, о чем я говорю? Чем дальше, тем моложе. А значит, даже по устройству изначально более современные города. Я, конечно, имею в виду только города, основанные русским. И это ни в коем мере не относится к городам, которые давно существовали и были захвачены нашими предками. Это заранее посыл тем комментаторам, которые обязательно напишут, что, образно, Дербент еще дальше находится, а ему 2500 лет. Так вот, к чему это я? Да к тому, что в этом как раз и кроется причина современного облика того же Ростова или Краснодара. Ну, то есть, смотрим на ту же Тулу. И в самом центре видим каменный мощный Тульский Кремль. Такая основа города, вокруг которой уже обрастала вся более современная инфраструктура. И так практически во всех городах Центральной России. А ведь и Ростов, и Краснодар тоже основывались как крепости. Только вот от этих крепостей даже намека не осталось. А почему? Да потому, что в 18 веке с развитием пороха, пушек и ну и прочей взрывчатки, само понятие крепость сильно поменялось. Просто, чтобы было понятно, когда в 1797 году в Екатеринодарскую крепость отправили такого военного инженера-поручика Перусенко, ну, чтобы он оценил степень надежности нового укрепления. Так вот, в докладе военному командованию он написал, что крепость хоть и большая, но похожа на садовую огорожню. Это цитата была. И тут нужно сказать, что в Ростове дело обстояло не сильно лучше. Но об этом я в следующем видео расскажу. Думаю, теперь понятно, почему эти крепости не являются сегодня историческим центром города. Ну, а на месте, где когда-то в Краснодаре находилась крепость, теперь вот Сбербанк. И это, надо сказать, символично. Финансовая крепость на месте обломков военных бастионов. Я думаю, это как раз история про то, как бабло победило зло. Да, Герман Оскарович? Кто там поближе к телу Германа Оскаровича, передайте, что слоган шикарный, подарю недорого. Ну и для завершения этой темы нужно сказать, что единственные боевые действия в крепости произошли в том же в 1797 году, когда там вспыхнуло восстание черноморских казаков, которое вошло в историю как персидский бунт. А персидский он потому, что подняли его казаки, вернувшиеся из персидского похода. И в этом месте нужно перейти ко второй моей мысли, так как связана она как раз с казаками. Если вкратце, то как-то так вышло в нашей истории, что наши братья украинцы прямо вот узурпировали казаков как класс. Я имею в виду, что прообраз предков украинцев это вот казаки там, Запорожская сечь и прочие казачьи вольницы. Во всяком случае, современный украинский взгляд на историю построен как раз на этом. Вот только Украина имеет понятие казачество в общем, и к казакам в частности. Такое же отношение, как и естественно Россия, как и территория современного Казахстана, а также не удивляйтесь, но такие европейские страны, как Польша, Чехия, Хорватия или Австрия, тоже могут записывать казаков в свое культурное наследие. Ну а пока братья украинцы будут взрывать комментарии под видео, я вкратце разложу, может и очевидные для одних, но необходимые для других моменты. Во-первых, казак это не нация, это не этнос, это особый взгляд и стиль жизни, это особое сословие людей совершенно разных национальностей, объединенных идеей вольной жизни. В конце средних веков, в условиях крепостного права, беглые или бунтовавшие крестьяне уходили в новые, незаселенные на тот момент земли. И кстати, не только простолюдины, но и более знатные помещики, дворяне, в силу каких-то причин, ставшие изгоями общества, ну или преследуемые государством, или просто разорившиеся, они тоже уходили найти себя в новых землях. В то время вся степь от вполне себе европейского Днестра и до почти уральского Хапра неофициально называлась Диким Полем. После монгольских нашествий эти территории местами практически никем не контролировались. И на них собирались сначала в группы, а потом и в целые городки, и селились, и размножались, и атома на себе выбирали. Вольница же, демократия. И рассчитывать они могли, только на себя. Государства тут никакого не было, а поле дикое, от слова совсем. И защищать себя надо было и от кочевников, и от прочих гостей. И когда других вариантов нет, то чтобы выживать, у казаков не было другого варианта, как научиться так воевать, чтобы вольницы свои сохранить. Так и появились и запорожские казаки, и донские, ну и конечно кубанские. А формироваться они начинали еще в 14 веке, то есть это еще до Ивана Грозного. И если разбирать вот этимологию слова казак, то изначально в русский оно пришло от татарского, и там оно означало вообще любого, например, воина, покинувшего свой улыбок. Ну по сути дезертира. В русском же языке, под словом казак, понимался любой свободный работник, ну или крестьянин, беглый или бунтующий, но никому не принадлежащий. Вольный мужик – это казак. И вот так они и селились, и размножались, и когда становилось тесно, осваивали новые территории, организовывали новые станицы, гоняли кочевников по степи, и генетически передавали каждому новому поколению бойцовский характер, ну и умение воевать. Хотите верьте, хотите нет, но они утверждали, что ребенок казака из мамы вылазит уже с шашкой на голову. Ну а некоторые даже говорили, что прямо на коне выходят. Не знаю, верить в это или нет, но казаки вроде как врать не будут. И тут надо отметить, что миграция казаков была тоже постоянной. Это я к тому, что в силу разных причин, какая-то часть запорожских казаков уходила на Дон или на Кубань. Кто-то потом возвращался, кто-то переселялся насовсем, впоследствии там еще южнее. А это я все к тому, что на мой взгляд нет разделения запорожские, донские, кубанские казаки. Все они казаки, с плюс-минус одинаковым укладом жизни и одинаковой культурой. Это опять же отсылка к тому, о чем я говорил в начале, о том, что нет никакого национального деления украинских, запорожских, донских казаков. Так что, господа украинцы, перестаньте присваивать себе казаков. Они не ваши, они сами по себе, они общие, так сказать. Но это так, лично, просто для меня, как потомка донских казаков, несколько режет слух, что, мол, вот запорожская сечь, она какая-то особо великая или обособленная и вообще исключительная часть украинского этноса. А все остальное, мол, так, это сбоку припекло. Но ничего подобного, те же запорожские казаки переселялись на Дон и на Кубань, и наоборот, они же вольные и делали, что хотели. Но, как известно, Русь, а потом Россия с разной скоростью, но при этом постоянно расширяла свои границы. А особенно активно это стало происходить в 17-18 веках. Соответственно, наступали моменты, когда казачьи вольницы становились границами России. И тут вариантов два. Или их силой покорять, ну или договариваться. С одной стороны, конечно, армия государства и по численности, и по вооружению превосходила все казачьи объединения вместе взятые. Но, с другой стороны, казаки по натуре своей, они беззадние. И считалось, что один казак в среднем трех солдат стоит. А когда задача основная этой экспансии состоит в том, чтобы бороться с реальными врагами, османами, австро-венграми, поляками, ну и там и так далее. А тратить немалые силы на совсем непростых казаков, конечно, нет резона. Тем более, что они же наших же кровей, нашей культуры, нашей религии. Но смысл против них воевать, когда можно с ними вместе воевать. Таким образом, Россия передавала казачьим станицам окружающей земли в вечное пользование. Ну а вольные казаки клялись в верности государству и царю и становились частью русской армии. И изначально они как бы были прикордонными войсками, по-нашему пограничники. Кстати говоря, здесь тоже есть этимология слова казак с монгольского. Ко это броня, а зах это рубеж. То есть, как бы в дословном переводе броня на границе. Но если смотреть этимологию появления в общем слов в русском языке, ну и слово казак в частности, то вы найдете еще 15 вариантов и каждый будет логически обоснован. А соответственно, здесь я озвучиваю только те, которые на мой взгляд наиболее похожи на правду. Так вот, а впоследствии казачьи батальоны не как регулярные подразделения, а как наемные войска также принимали участие во всех военных походах и конфликтах. Вдаваться в подробности мы конечно не будем, но при этом давайте не забывать, что казаки Париж брали в 1814 году. А генерал Ермолов писал, что казаки были главным удивлением Европы и в бою, и в быту. Французские художники считали своим долгом написать портрет казаков в необычной для Европы военной форме. А прусский король так впечатлился, что распорядился в своей армии создать подразделение легкой кавалерии наподобие русских казачьих отрядов и форму для них пошили на манер казачьей. Ну а теперь, друзья, к чему это такая длинная предыстория? Мы вроде как про Краснодар рассказывали, но поверьте, на мой взгляд, при достаточно молодой истории Краснодара, это неотъемлемая часть его появления. Да и вообще, рождение города Краснодара это как раз самая показательная история о том, как казачьи вольницы стали полезной и неотъемлемой частью Российской империи. Ну а в контексте сравнения Краснодара с Ростовом, как бы мне этого не хотелось, но в Краснодаре эта история более показательна, чем в Ростове. Почему так, я расскажу в следующем видео про Ростов. Так что подписывайтесь там, ставьте колокольчик, будет тоже интересно. Ну а в подтверждение моих слов о том, что Кубань никак не меньше столицы казачества, чем тоже Запорожье, ну или Дон. Надо сказать, что отношения и почитания казаков на Кубани даже сейчас, как нигде. Начиная с того, что на самом въезде в Краснодарский край, прямо перед станицей Кущевской, вас приветствует огромный памятник казакам-гвардейцам, поставленный, как с одной стороны, символ Кубани, а с другой стороны, именно здесь, в 1941 году, на средства местных толхозов создали боевую кавалерийскую дивизию, которая в 1942 году первая встретила и полностью разгромила 101-ю немецкую дивизию «Зеленая роза» и еще два полка СС в придачу. После того, как земля под Кущевкой на десяток километров была услана трупами немцев, особо впечатлительные немецкие офицеры писали командованием, что это были вообще не солдаты, это были черти на стальных конях. Короче, если вы двигаетесь по М4, этот монумент вы не проедете, и это только начало Краснодарского края. Ну и то, что в центре Краснодара перед краевой администрацией также стоит памятник казакам-основателям города, ну не вызывает удивления. Для аналогии просто скажу, что у всех других регионов обычно там Ленин стоит. То есть понимаете степень почитания казаков на Кубань? А ну, запорожцы, а у вас кому памятник перед администрацией стоит? А, точно, никому. Вот и я, все о том же. Ну что там говорить, если Кубань, наверное, единственный регион, где казаки патрулируют улицы, типа помогая полиции. Честно скажу, также свидетельствует о том, насколько Кубань чтит свою историю и сохраняет традиции предков. Самый старый казачий ансамбль песни и пляски, организованный еще в 19 веке и существующий до сих пор, это тоже здесь, в Краснодаре. Ну и самое время теперь рассказать, так а все же, с чего начался Краснодар? Да с того, что границы России продолжали расширяться, а казаки оставались на месте. Конечно, они принимали участие во всех войнах и конфликтах, в которых участвовала Россия. Но когда войны завершались, они возвращались домой. И местами оказывалось, что та вольница, к которой они привыкли, она уже не такая уж и вольница, а землей теперь командует не атаман, а государство российское. Более того, функции охраны границ тоже исчезли как-то сами собой, так как границ тут уже никаких не было. Они расширились и проходили уже совсем в других местах. И вот тут начались конфликты. У казаков с государством они желали сами управлять своей землей. Конечно, не первый конфликт, но при этом самый значимый произошел как раз в Запорожской сече, по итогу которого Екатерина вообще приказала ее упразднить. Там, конечно, причина была еще и в том, что запорожские казаки участвовали в восстании Пугачева, но факт остается фактом. Сечь была ликвидирована. Хотя, как вы понимаете, сделать это было не очень просто. Но по итогу, после этих событий, часть запорожцев ушли в Северное Причерноморье, кто-то на Дон, кто-то на Кубань, а некоторые вообще ушли на службу косманов. Ну а у нас, как водится, некоторые вещи понимаются только когда жареный петух в задницу клуба. И тут до власти дошло, что как-то ну некрасиво все получается. А самое главное, что профита с таких решений примерно ноль. Ну и пересмотрела и Екатерина, и Потемкин, и прочие к власти близкие товарищи отношения к казачьим вопросам. Во время всем известного путешествия Екатерины в Крым к ней обратились атаманы бывших запорожских и черноморских казачьих дружин. Сидор Билый, Захарий Чепега и Антон Головатый. Кстати, Головатый был мозгом этой операции. Обратились они с прошением организовать на базе остатков запорожских и черноморских дружин войско верных казаков. Чтобы было понятно, в итоге именно эти люди стали основателями Екатеринодара. В итоге войско было создано и проявляло себя прекрасно, и при штурме Измаила участвовало, и при других значимых сражениях. Ну и конечно впоследствии Екатерина ну просто никак не могла отказать казакам в их просьбах о выделении им земель на Тамане и в Кубане в вечное и потомственное владение. И это была цитата из дарственной грамоты Екатерины. Кстати, место для основания поселения будущего Екатеринодара выбрали казаки тоже не случайно. Дело в том, что за 15 лет до основания города армия Суворова на этой территории занималась усмирением нагайцев. И именно это место Суворов выбрал в качестве основного форпоста. Ну а с Суворовым, как вы понимаете, в таких вопросах не поспоришь. Крепость, о которой я уже рассказывал выше, изначально рассматривалась как один из кордонов перед Кавказом в общем и черкесами в частности. Но по факту так этим кордоном и не стало, так как основные события Кавказской войны перенеслись значительно южнее. Кому интересно, посмотрите другие видео на канале там про Чечню, например, и про Осетию. Я там много об этих событиях рассказал. А еще больше расскажу в новых видео из Карачаева-Черкесии, Ингушетии, Дагестана. Они нас ждут впереди. Это я так ненавязчиво напоминаю, что подписаться стоит, друзья, чтобы просто ничего не пропустить. Ну а Екатеринодар стал развиваться дальше уже не как крепость, а как вполне себе мирный производственный город. А в 1920 году уже большевики переименовали его в Краснодар. Так себе решение, конечно. Екатерине в дар это понятно. А вот Краснодар это что? Красным в дар? Честно, я бы вернул историческое название, как это сделали многие другие города. Но это, конечно, пусть краснодарцы решают. А вот теперь современный Краснодар, в который все путешественники, двигающиеся в сторону моря, в большинстве своем просто пролетают мимо по объездной дороге. Ну мол, а что там смотреть? Ну Краснодар и Краснодар такой небольшой город, а вот зря. Там есть что посмотреть. И начнем с того, что небольшой Краснодар самый быстро растущий город в России. Во всяком случае в процентном соотношении. Еще 10 лет назад население немного превышало 600 тысяч человек, а сейчас официально почти миллион. При этом в администрации докладывают, что по статистике Минздрава в Краснодаре выдано 1 миллион 200 тысяч страховых полисов. А это количество людей, которое возможно и неофициально, но при этом постоянно там проживают. То есть за 10 лет почти в два раза. Какой еще город в России может похвастаться таким приростом? Дело в том, что далеко не все знают. И я думаю, что даже те, кто Краснодар основал, не знали, что поставили они его четко на 45-й параллели. А это так называемая золотая линия. Это ровно середина между экватором и северным полюсом. Соответственно, тут очень мягкий климат. Не Сочи, конечно, но потеплее, чем даже в Ростове. Кстати говоря, все, что я уже сказал и что сейчас еще скажу, это все те плюсы Краснодара, которыми Ростов похвастаться не может. Вы же помните, мы же сравниваем. И тут нужно сказать, что по последнему рейтингу самых комфортных городов России Краснодар занимает первое место, а Ростов 24-е. Просто этот рейтинг оценивает все параметры комфорта, начиная от экономики, уровня и дороговизны проживания и заканчивая климатом и чистотой воздуха. Кстати, конкретно по чистоте воздуха для городов более 500 тысяч населения Краснодар занимает третье место в России. Ну и, видимо, поэтому такой приток населения. Народ, желающий переехать по южнее, выбирает именно Краснодар. Не знаю, возможно, скоро краснодарцы на манер Москвы скажут, да что происходит в конце концов, Краснодар не резиновый. А может они и рады этому обстоятельству и считают, что места всем хватит. С другой стороны, безусловно, можно и к морю рвануть, в тот же Сочи. Вот только если ты не фрилансер какой-нибудь или не владелец бизнеса на удаленке, с работой у тебя могут быть проблемы. А вот Краснодар занимает 13-е место в России по экономике. То есть делать тут есть что. Но тут я маленькую ремарку скажу, что Ростов в этом рейтинге занимает 6-е место. Но если смотреть не на место в рейтинге, а на цифры, то разница между 6-м и 13-м местом не такая уж и большая. Но зато до моря 100 километров по прекрасной трассе, до гор еще ближе. То есть ты живешь в большом, удобном, благоустроенном городе со всеми его преимуществами. А тем временем пользуешься вот всеми курортными кайфами, типа моря и гор, которые просто у тебя прямо под боком. Конечно, это ежегодно привлекает сюда переселенцев со всех регионов России. И именно поэтому таким темпом город и растет. Ну а напоследок я еще скажу свои личные впечатления о Краснодаре. Как часто приезжающий сюда сосед. Во-первых, он очень зеленый. Гораздо более зеленый, чем Ростов. Во-вторых, он очень уютный. Какой-то неспешный такой. Даже пробки краснодарские, они не напрягающие и не раздражающие. Во всяком случае, меня лично. А еще нужно отметить количество торговых центров, ресторанов и прочих развлекательных торговых площадей. Чтобы было понятно, Краснодар на сегодняшний день занимает первое место в России по количеству торговых площадей на душу населения. Ну а казачья тематика, которой я уделил сегодня столько времени, прослеживается просто везде и всюду. Монумент казакам, пишущим письмо турецкому султану, помимо всех остальных, этому подтверждение. Даже просто в архитектуре и не только старых, но даже и новых построек можно уловить стилистику оформления какого-то казачьего куреня. Ну и если вы понимаете, о чем я говорю. И если подытожить все то, о чем я рассказал выше, то всем известно, что Ростов это ворота на Кавказ. Так вот, Краснодар бы я назвал такой казачьей усадьбой с калиткой на пляж. И думаю, на этом стоит заканчивать. Так как я разложил все, что на мой взгляд самое интересное можно рассказать об истории этого города. Ну а вам, если есть что к этому добавить, то пишите все свои мысли в комментарии. Я буду рад со всеми пообщаться. А мы пакуем чемоданы. Нас, ну и вас, ждет Ростов-на-Дону, который так же, как и Краснодар, большинство проезжает по объездной, увидев только Дон с моста. Но вот для вас мы покажем его изнутри. А чтобы вам было еще интереснее, то после того, как мы со всех сторон посмотрим на ворота на Кавказ, то через эти ворота мы двинемся дальше. И нас ждет, естественно, и сам Кавказ. Просто нереально интересное путешествие у нас получилось по Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестану. И все это скоро будет на канале. И поверьте, друзья, это будет еще интереснее. Так что оставайтесь с нами. Всем удачи и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok